Всем привет, ребят! Ну вот уже попросили меня некоторые подписчики, чтобы я сделал превью и дал свой прогноз на матч Крылья Совета Факел на 4-й тур Российской Премьер Лиги Что вообще я думаю по поводу этого матча Какие мои мысли Плюсы команд, минусы Ну, начнем с того, что это команды две замыкающие турнирную таблицу. Крылья на последнем месте, Факел на предпоследнем Крылья это единственная команда, которая еще ни одного очка не смогла набрать Причем она не смогла набрать ни в кубке, ни в чемпионате В кубке они Махачкале проиграли Ну, а что касается чемпионата, три поражения Ну, да, соперники у них достаточно были серьезные Спору нет, все-таки Они играли с Зенитом С Ростовом И с Спартаком При этом две игры они дома провели И Зенитом первая игра Вообще без шансов Там, да, в первом тайме, в принципе Крылья На гол-то, наверное, не играли Потому что там у них Пару моментов таких очень было Хороших Но Второй тайм Это было просто ужасное зрелище Крылья владели мечом Но владели они мечом В 30-40 метрах от ворот То есть там можно было После первого тайма Да, когда 0-3 Крылья сгорели Можно было свистеть уже Финальный свисток давать Потому что второй тайм Там импотенция была У крыльев в атаке Полнейшая Честно А Зенит еще четвертый гол Там с рикошетом забил Вторая игра с Ростовом Полное преимущество Ростова По ударам Ну, владение мечом Там плюс-минус Одинаково было Но В целом там Получается 1-3 счет Крылья, по-моему, как раз Один удар в створ И один гол был У них, если не ошибаюсь Я обзор смотрел Но я Этот матч я крылья полностью Не смотрел Я вот Зенитова смотрел крылья полностью И Спартаку Который в понедельник Они играли И могу сказать Что Все-таки С Ростовом Там полное преимущество Ростова И с Спартаком Полное преимущество Спартака Знаете, складывалось впечатление Какой-то безнадежности У Крыльев В игре Потому что Ну да, там был момент У Крыльев Там даже они гол забили В ворота Спартака Да, в третьем матче уже В третьем туре Но там офсайт был Офсайт Закономерный То есть там Даже спорить нечего А Спартак Три забил В первом тайме Два, кстати говоря И Один во втором И в принципе Он мог еще забить Там моменты были Они где-то Ну может быть Там 5-6-0 Должны были Крылья обыгрывать Так есть По уму По идее Там шансов Там моментов много было Достаточно Ударов там Поворотом Где-то в створ не попадали Игроки Спартака Но в целом Что касается Крыльев У них сейчас вообще Положительных сторон нет У них с факелом Единственная Положительная сторона В том Что для них Что они дома играют То есть у них дома матч И конечно Они будут стараться Реабилитироваться Потому что это уже Четвертый тур А домашняя игра Это третий уже То есть видите Домашних игр У них все меньше и меньше Хотя вроде Чемпионат Да только начался В принципе И Тут конечно У них мотивация будет Но у них Непонятно Будет ли Горы играть Да В этом сезоне Горы ни о чем Я спорить не буду Но в прошлом сезоне Был лидером Он в некоторых матчах Прям крылья Даже очень сильно тащил Также На кого там стоит Обратить внимание Ну Ежов В принципе Бабкин Так Могут создать Остроту У ворот Факела Что касается Нападающих И нападающие Конечно Их игра У крыльев Оставляет желать лучшего В целом Если брать Теперь Что касается Факела Факела Набрал Одно очко Целое В прошлом Туре с Краснодаром Ну там Такой чисто 0-0 Был Хотя бы У Факела Был со стандарта Один момент Прям даже Стопроцентный У Якимова Был Там была Справа Атакующая фланга Подача Со штрафного Вратарь Перед собой Отбил Боже Не дотянулся Вратарь Перед собой Отбил Мяч В ногах У Якимова Да Там конечно Был Отскок Такой Довольно таки Сложный Для того Чтобы обработать Но в принципе Возможность была У него забить Но он Ударил уже Практически Пустым воротом Далеко выше Ворот Но там Обработать Было Достаточно Сложно Хотя Если Брать Какого-нибудь Игрока Европейского Уровня Я думаю Что такой Момент Они конечно Забили бы Спокойно Больше В этом матче С Краснодаром Говорить нечем Краснодар Вообще Не знаю Во что Играл Да и Факел Тоже В принципе Такая Игра На 0-0 Чисто Больше Сказать Нечего Так Что касается Кубковой Игры Зенита Ну там Зенитом Знаете Второй Второй состав Зенита Если крылья Там с Мкачкалой У них В принципе Там 50-50 50 на 50 Там Часть игроков Основные Часть Запасные То у Факела Все Футболисты В основном Скажем так Которые в запасе Когда РПЛ Матчи Там Зенит Вторая команда Выиграла 3-0 Спокойно Там у Факела Было Пару Моментов Неплохих Там У Брахим Был момент Был момент У Яргобиани Но Зенит Целым Играл Процентов На 30 Поэтому Тут По этому Матчу Судить Сложно Тем более Второй состав Был Все-таки Давайте Вернемся К РПЛ Про третий Тур Рассказал Первый Тур С Динамо Там Конечно Уже Все было Решено В первом Тайме Но Там Надо Сказать Что Божина Не Было У Факела А Здесь Будет Божин Играть Но Не Будет Марков Играть Марков Еще Один Матч Как раз С крыльями Дисквалифицирован На Один Матч И Только Сыграет Уже В следующем Туре Спартаком Факел Играет Дома Марков Большая Потеря Потому Что Нападающий Ильин Не забивает Уже Неск Игры Ильин Пока Ноль Голов Хезир Он Вообще В принципе Не забивает Он В прошлом Сезоне Ни одного гола Не забил И в этом То же самое И С Динамо Там уже В первые Полчаса 3-0 Динамо Повело Потом у Динамо Удаление Было У Факел Там было Пару моментов Один из которых Марков Как раз и забил То есть Крылья забили Один гол всего В чемпионате И Факел тоже Один То есть Вот Вот так Команды Они получается За 4 игры По одному Голу забили То есть Надеяться На то Что там Много голов Будет В этом матче Честно говоря Я не думаю Я сильно удивлюсь Если прямо Они там Много голов Забьют Что крылья Что Факел Да пропускают Они много Особенно крылья Крылья 10 голов Пропустили За 3 тура Факел 5 Но Последнюю игру На 0 сыграл Правда Поэтому Тут В целом Про какой матч Я еще не рассказал Они вот 3-1 Проиграли Динамо А Акрон 0-2 Ну а Акрон Там конечно Я считаю Что Жесткая игра Факел Подвела С Акроном Там В начале Матча Был такой момент Когда можно было Божину удалять Там 50 на 50 Карточка такая Наполовину желтая Наполовину красная В принципе Он там Шел не специально В стык Но попал Шипами в колено Тут такой момент Пограничный Был Там Некоторые суди Могли бы ударить Божина На самом деле Но Желтую дали А Марков Это вот прям Если кто Помнит Прошлый сезон Игру с Оренбургом На выезде То же самое Только с Оренбургом Марков Не то что не удалили Даже Штрафной Не свиснули Против Факела Не дали Штрафной А здесь удалили Удалили Абсолютно По делу Маркова И Факел Весь второй тайм Играл В 10-м И это сказалось Два гола Пропустили От Акрона Абсолютно Заслуженное поражение От одной Из самых Слабых Команд РПЛ Потому что Я смотрел Тот же Акрон С Динамо Вообще не понравился Ни Акрон Здесь честно Говорить честно В целом Ну то есть Вот как Как-то так Команды играют И Здесь И фаворита Нет Здесь вообще Непонятно Кто-то скажет Крыль Ну крылья фаворит Только потому что Они дома играют Но В защите у них Такой бардак Что в принципе У Факела Шанс есть забить Но у Факела Проблема в атаке В атаке игры Очень мало То есть Если мы возьмем Да Даже по моментам Там у Факела Моментов очень мало Создается Но с крыльями Я думаю Что такой момент Им предоставится Другое дело Что забивать Практически некому И здесь смотрите Что у Факела Остается Я считаю Что для Факела Самое главное Что Да как и для крылья В принципе Срок в защите Сыграть Сыграть на ноль В защите Вот это вот Самая главная Задача Не пропустить Для Факела Если они пропустят То у них Очень хорошие шансы На то Чтобы даже выиграть Но по крайней мере В ничью сыграть Шанс есть И у тех И у других Вообще очень хороший Я бы сказал Поэтому тут Делая прогноз Я склоняюсь К нулевой ничьей В этом матче Если честно Потому что И крылья Имеют проблемы В атаке И факел Тут знаете Ребята Еще Что Важно Важно понимать Что Если одна из команд Проиграет То с Немалой долей Вероятности Тренеры могут снять Что у крыльев Осенькина Что у факела Ну по поводу Осенькина Я говорил Что Осенькина Надо снимать Это Просто Мне кажется Он сейчас Если он проиграет Факелу Там просто Даже вообще Не знаю Что должно Случиться Чтобы он остался Потому что Игры никакой Вообще нет у крыльев Ни в защите Ни в атаке Результата нет Ни в чемпионате Ни в кубке И Пока нет Света В конце тоннеля Так скажем В плане игры В плане Результата Особенно у крыльев Факел Он Может быть Хотя бы на ноль Сыграть Может В некоторых матчах У них защита Хотя бы так С божиным Я имею защиту Божиный Кстати из крыльев Выгнали Вот Привет крыльям Да Поэтому тут Исходя из всего Выше сказанного Во-первых Думаю что Голов будет Не больше двух Это прям Если два забьют Или даже один Я сильно удивлюсь Мой прогноз Думаю что Нулевая ничья Это матч Субтитры сделал DimaTorzok